This conference will now be recorded. Бюджетирование, анализ финансового состояния предприятия, практикум по управленческому учету, по бюджетированию, по финансовому анализу, организацию бюджетного контроля и многие другие курсы. Для того, чтобы мы могли с вами разобрать тему, которая вынесена нами с вами в заголовок, я буду решать, рассматривать это на практическом примере. Обратите внимание, ранее я отправила ссылку в чат, сейчас я смотрю, подключились новые слушатели, к сожалению, вы не видите ранее отправленные сообщения, поэтому продублирую еще раз ссылку на страницу группы и посмотрите, как это выглядит. На странице группы это выглядит следующим образом. Вот наша группа и если вы опускаетесь чуть ниже, вот та задачка к семинару, которую я сейчас буду решать. Почему же данная тема важна, коллеги? Данная тема важна, именно разница между прибылью и, собственно говоря, деньгами, потому что существует такое заблуждение, очень часто собственники, руководители компании рассуждают следующим образом. Если бухгалтер принес отчеты, вот там прибыль, то сразу спрашивают, где деньги? Мне хотелось бы некую часть взять, а бухгалтер, наоборот, спрашивает, а чем будем платить налог на прибыль? И собственник, безусловно, удивляется, директор говорит, как, чем? Вот прибылью, а денег нет. И сразу стоит вопрос, что кто-то куда-то эту прибыль делал. Итак, давайте на примере задачи посмотрим, почему прибыль и деньги это разные вещи. Я зашла на страницу нашей группы и уже скачала нашу задачку, ту, которую предлагала скачать вам. Посмотрите, это вот файл Excel. Сейчас у меня файл откроется. И мы с вами вместе порешаем эту задачку и увидим, почему возникает разница в результатах. Итак, посмотрите, производственная компания Olympia выпускает мебельную фурнитуру. Однопродуктовое производство, возьмем вот простое. Реализация осуществляется через дилерскую сеть. Плановые переменные расходы на одну единицу готовой продукции составляют 38 рублей. Постоянные расходы за квартал составят 1 миллион 480 тысяч рублей. Отпускная цена единицы продукции 96 рублей. Объем реализуемой продукции 30 тысяч единиц в квартал. И нас просят рассчитать прибыль предприятия за этот самый квартал. Коллеги, на самом деле, если мы сейчас упрощенно будем считать прибыль, то посмотрите, что у нас есть в исходных данных. У нас в исходных данных есть количество в единицах. И по условию задачи оно составляет 30 тысяч единиц. По условию задачи. Далее. У нас есть плановые переменные расходы. Переменные на единицу. То есть у нас переменные рублей на единицу. Чтобы мы с вами не запутались в единицах обозначения. По условию задачи, опять же, они составляют 38 рублей. Далее. У нас с вами есть цена. Опять же, в рублях за единицу. И по условию задачи эта цена составляет 96 рублей. И есть постоянные расходы за квартал, которые, опять же, в рублях, которые по условию задачи составляют 1 миллион 480 тысяч. То, что я сейчас написала, это то, что нам дано по условию задачи. Я сейчас для того, чтобы у нас все было красиво, вот так форматом поправлю. Коллеги, те, кто подключился позднее, обратите внимание, мы решаем задачку. Задачку можно скачать на странице группы. И, соответственно, вы можете вместе с нами также... Ой, нажала на ссылку. Хотела вам в чат отправить и нажала на ссылку. Прошу прощения. Всем добрый вечер. Я вернусь к задачке. Коллеги, в чате сейчас ссылка на ту задачку, которую мы с вами решаем. Итак, посмотрите. Нас просят рассчитать прибыль. Да, записи потом, безусловно, будут. Итак, посмотрите. Если взять за основу те условия, которые у нас с вами есть, то, посмотрите, прибыль – это наши доходы минус наши расходы. И расходы у нас бывают переменные и постоянные. Поэтому прибыль, если я буду считать за квартал, то я поступлю следующим образом. Наша выручка составляет, посмотрите, пожалуйста, количество. Мы продали 30 тысяч изделий. За каждое из них отгрузили по 96 рублей. Это наша выручка минус переменные наши расходы. Это 30 тысяч, умноженное на 38 рублей. Так, мне немножко мешает сейчас, коллеги. умножить на 38 рублей. И минус наши постоянные расходы мы с вами получим, что, исходя из тех условий, которые есть в задаче, если бы мы сейчас с вами рассчитывали прибыль предприятия, то она составила бы 260 тысяч рублей. А теперь посмотрите, пожалуйста, коллеги. Вот откуда 260 я взяла? Не нашли ссылку на файл? Коллеги, вот на странице группы. Давайте еще разочек отправлю. Вот на странице группы. Посмотрите, когда вы попадаете на страницу группы, то вот он, файл. Я вот отсюда его скачала. Коллеги, у всех все нашлось? Хотелось с вами решать. И я убедительно вас прошу, если вы не задаете вопрос, отключите, пожалуйста, микрофон. Ну, в частности, у Анны и у Елены сейчас включены микрофоны, потом в записи будут фонить. Итак, мы с вами выяснили, что вот если вот такая у нас ситуация, то прибыль 260 тысяч рублей. А теперь посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас мы с вами считали, что мы отгрузили вот данную продукцию, и, собственно говоря, вот таким образом у нас прибыль посчиталась. А теперь посмотрите, есть один факт, который влияет на наш результат. Посмотрите, вопрос 2. Как изменится прибыль предприятия, если известно, что за период было произведено 34 тысячи изделий? То есть, посмотрите, вот сейчас я посчитала, исходя из того, что 30 мы произвели и 30 отгрузили. Но так предприятия работают крайне редко. Мы же ведь не можем на конец месяца держать пустой запас. Первого числа приходит клиент купить, а у нас ничего на складе нет. И поэтому у каждого предприятия формируются запасы. Так вот, посмотрите, если известно, что за период мы произвели 34 тысячи изделий, то прибыль будет несколько иная. Почему? Потому что, когда мы с вами формируем отчет о финансовых результатах, а давайте представим, как бы он у нас выглядел вот в данном случае. Посмотрите, как бы я считала наш отчет о финансовых результатах форма 2, выглядела бы выручка. Выручку, соответственно, это 30 тысяч умножить на 96. Далее у нас была бы себестоимость. И себестоимость мы бы включили все производственные. Если мы считаем производственную себестоимость, мы бы включили себестоимость. Здесь печаталось. Мы бы включили все производственные расходы. Это было бы 30 тысяч умножить на 38 и, соответственно, плюс постоянные расходы. Вот у нас. Даже посмотрите, если мы сейчас с вами посмотрим, то у нас в постоянных они даже у нас больше тут ИТР, командировочные и прочее. Но в данном случае они бы были не в себестоимости, а чуть не, если мы считаем полную себестоимость, то они бы вошли вот сюда. И, соответственно, тогда была бы валовая, условно, валовая прибыль. Как раз-таки то, что мы с вами считали, выручка минус наша себестоимость. Но, коллеги, если у нас с вами появилась вот информация, что количество произведенной продукции больше, мы считаем полную себестоимость, чем мы отгрузили, то посмотрите, тогда наш отчет о финансовых результатах будет выглядеть иначе. Что изменится? А давайте посчитаем себестоимость единицы. То, что переменные остаются 38, это однозначно. А вот постоянные расходы, они теперь связаны не с производством 30 тысяч, а с производством 34 тысяч. То есть у меня появилось, что количество произведенной продукции 34 тысячи. И тогда посмотрите, когда я считаю себестоимость единицы, то я буду расчеты производить следующим образом. Посмотрите, у меня себестоимость будет состоять из переменных, переменные на единицу, они у нас неизменны, 38, и постоянных на единицу. А так как мы с вами произвели, вот они у нас постоянные, миллион 480, а так как мы с вами произвели не 30 тысяч, а 34, то на единицу придется 44 рубля постоянных расходов. Сейчас я вот так вот выровняю, чтобы вам было лучше видно. То есть себестоимость произведенной единицы у нас будет равно 38, это переменные, плюс 44. И тогда посмотрите, за счет того, что произвела я продукции больше, чем реализовала, у меня поменяется результат. Итак, давайте посмотрим, как он будет выглядеть тогда. Выручка у меня будет неизменно, но поскольку в данном случае какая разница, как мы считаем себестоимость, выручка у нас всегда считается количество умножить на цену отгрузки. А вот себестоимость, посмотрите, мы отгрузили 30 тысяч, и каждая единица произведенной продукции у меня стоит 82 рубля. Стоит вопрос, почему в предыдущем варианте у нас себестоимость была 2,620, а сейчас 2,445? А потому что, коллеги, у меня 4 тысячи изделий осталось на складе. То есть фактически часть вот этих постоянных расходов, вот в первом случае, когда я что произвела, то и реализовала, то у меня все расходы, они отгружены, поэтому они входят в себестоимость. Если же у меня часть продукции остается на складе, то посмотрите, у меня часть моих расходов тоже поместилась на склад. И тогда посмотрите, у меня будет баловая прибыль, и в данном случае прибыль изменилась. Если посмотреть, то разница, как вы видите, колоссальная. Заработаем мы 260 тысяч или 434. Постоянные на единицу. Елена, а я посмотрите, у нас постоянные 1 миллион 480 тысяч, а у нас появилась информация, что мы произвели 34 тысяч изделий. Я 1 миллион 480 тысяч, я думала, что они относились к 30 тысячам произведенной продукции. Коллеги, постоянные расходы, они потому и постоянные, что они не меняются. Давайте приведу пример. Вот мы с вами, давайте предположим, арендуем некий цех и платим за его аренду 300 тысяч рублей. Так вот посмотрите, произведу я там 30 тысяч изделий или 34, у меня аренда не изменится, коммунальные платежи не изменятся, амортизация оборудования не изменится. Понимаете? Поэтому постоянные они не меняются, они не связаны с объемом. А вот переменные, а это сырье, зарплата, оно связано. Поэтому, собственно говоря, почему, когда говорят оптимизация себестоимости, говорят, нужно производить больше, а потому что у нас себестоимость единицы снижается за счет снижения постоянных на единицу. То есть мы сейчас с вами видим, что реализуя один и тот же объем, а мы и в первом и втором случае продали 30 тысяч изделий, мы получаем разную прибыль за счет того, что у нас снижается себестоимость продукции. А теперь давайте посмотрим. На первый взгляд кажется, что если у нас увеличилась прибыль, то у нас должны увеличиться и денежные запасы. Ведь мы с вами зарабатываем больше, значит у нас и денег должно быть больше. А давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Посмотрите, третий вопрос. Какая сумма денежного остатка будет у предприятия на конец периода? Если известно, что остаток денежных средств на начало периода составил 100 тысяч рублей. То есть мы начали, ну условно, 1 января у нас было 100 тысяч рублей на складе, на счету. И мы вот начали производить нашу мебельную фурнитуру. Посмотрите, запасов сырья и готовой продукции на начало периода не было. Условия расчетов с контрагентами приведены в таблицы. Также известно, что дебиторская и кредиторская задолженность отсутствовали. То есть не было ничего, кроме денег 100 тысяч. Давайте тогда посмотрим. И я в обоих случаях, посмотрите, вот у нас сейчас формально два упрощенных ОФР, отчета финансовых результатов. Мы и для одного случая, и для другого рассчитали прибыль. А теперь давайте посмотрим, а что же будет с деньгами. Посмотрите, когда мы с вами говорили о вот этих 38 рублях, которые вошли в себестоимость. Соответственно, в первом варианте мы произвели с вами 30 тысяч штук. Соответственно, вот эти 38 рублей, посмотрите, из чего складываются. Это материалы, это зарплата, это транспортные расходы. Ну, нам материалы привезли, это погрузочно-разгрузочные расходы, это налоги, ну и прочие. И посмотрите, у нас есть условия оплаты. Основные материалы мы оплачиваем по факту отгрузки. Поэтому, когда я говорю, что у нас себестоимость, а мы вот здесь 30 тысяч произвели и 30 тысяч отгрузили, значит, из вот этих 2,620 у меня приходится, посмотрите, давайте я сейчас перенесу наши строки, вот таким образом скопируем. И вот сюда вот справа сейчас поставлю. И посмотрите, что получается. Значит, основных материалов мы с вами, вот в этих 2,620 у нас вошло 30 тысяч изделий. Умножить. И вот они, наши материалы, 14. Ну и, собственно говоря, так далее. То есть, я сейчас наши... Так, сумма миллион 140, что-то потеряла. Так, здесь у нас 38. Сейчас. А, посмотрите, у нас вот в этом 2,620, вот посмотрите, это у нас, вот они переменные, то есть всего переменных у нас с вами. И далее у нас постоянные. Сейчас так подниму, чтобы всем было видно. Это фактически, я сейчас рассказываю, откуда взялись 2,620. А постоянные у нас это... Вот они. То есть, коллеги, я сейчас при наглядности, посмотрите, что сделаю. Я сейчас вот такую вот вставлю. Так, давайте посмотрим. Да, 2,620. Я сейчас вставлю вот такую фигурную скобку, чтобы вы понимали... Коллеги, у кого-то из вас микрофон включен. То есть, вот что у меня. Я сейчас показала, откуда взялись наши 2,620, которые у нас используются в расчете себестоимости. Это вот материалы, это вот расшифровка. А теперь посмотрите, пожалуйста. У нас есть данные по тем моментам, когда оплачивается. Итак, посмотрите, что мы в течение этого квартала... То есть, да, мы израсходовали, потратили, и эта сумма вошла в себестоимость. А теперь давайте посмотрим оплата. Что из этого было оплачено? Итак, основные материалы. Они у нас оплачиваются по факту отгрузки. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, были ли они оплачены. Да, то есть я 420 тысяч оплатила. 240, заработная плата. Да, она начислена, но зарплата оплачивается в месяце следующим за отчетным. Соответственно, раз речь идет о квартале, то есть у нас 3 месяца. Давайте представим, что у нас за 3 месяца, то есть за январь, февраль, март, зарплата на числе 240 тысяч. Это означает 80 тысяч в месяц. А заплатила я только в феврале за январь, в марте за февраль, а за март я еще заплатить не успела. То есть от этой суммы я заплатила только 2 третьих. Ну, я сейчас разделю на 3, чтобы посчитать в месяц, так как это за квартал, и умножить на 2. Соответственно, остаток это у нас будет. Посмотрите, мы будем должны, кредиторская задолженность, мы будем должны персоналу. 80 тысяч это то, что мы планируем выплатить в апреле за март. Так, далее посмотрите. Транспортные расходы оплачиваются, нам дается отсрочка платежа половина месяца. То есть полмесяца. Получается, что если у нас вот это 180 тысяч за 3 месяца, половин месяц там было 6, то я 180 разделю на 6, из них мы успеваем оплатить только 5 половин. И аналогичным образом 30 тысяч мы будем должны нашему партнеру. Погрузочно-разгрузочные работы, посмотрите, это амортизация нашего погрузочно-разгрузочного оборудования. Соответственно, это не оплачивается. Да, расход есть, так как наше оборудование амортизируется, но это не денежный расход, поэтому на оплату поступления денег это никак не повлияет на платежи. Далее, налоги. Смотрим. Оплачиваются в следующем месяце. Но это зарплатные налоги, с зарплаты, соответственно, мы их начислили и платим вместе с заработной платой. Соответственно, аналогичные зарплаты. Эта налоги у нас рассчитана за 3 месяца, а раз мы платим в следующем месяце, то за 2 мы успели заплатить, то есть 60 тысяч, а 30 тысяч мы останемся в бюджет должны. коллеги, как экран застыл. Так, у всех отвисло, да? Так, хорошо. Коллеги, ну я думаю, суть понятна, да? Которые пишут, что работает у кого-то. Далее продолжаем. Прочие плюсики. Спасибо, коллеги, за обратную связь. Давайте смотреть. Прочие у нас, они оплачиваются по факту, то есть требуется, мы тут же выдаем деньги. Поэтому данная сумма, вот то, что по прочим, будет оплачено в полном объеме. Далее, посмотрите, постоянно тоже заработная плата оплачивается в следующем месяце. Поэтому, посмотрите, аналогично я нашу сумму разделю на 3, умножу на 2, и у нас возникнет также задолженность перед персоналом, в данном случае теперь управленческим. Коммерческие расходы по факту выдать, соответственно, 100 тысяч командировочные расходы. А вот проценты по кредиту в следующем месяце 50 тысяч за квартал, поэтому, опять же, аналогично это начисленная сумма умножить на 2, и будет задолженность. Ну, и про прочие нам известно, что они оплачиваются по факту. И посмотрите тогда, что у нас получается. Тогда получается, что оплат, вот израсходовали мы с вами 2,620, а если говорить о сумме оплат, то оплат за этот период мы сделали на 1,930, меньше. Почему? А потому что на основные материалы, потому что на зарплату мы платим в следующем месяце, потому что нам налоги мы платим в следующем месяце, потому что, опять же, вот у нас транспортные расходы нам дали отсрочку платежа и амортизация – это не денежный расход. Поэтому, когда мы будем рассчитывать так называемый, бухгалтер говорит, сальдо денежных потоков по текущей деятельности, а финансист скажет «чистый денежный поток» – это слова-синонимы. То есть, когда мы будем рассчитывать разницу между поступлениями и платежами, то, так как у нас, нам нужно теперь понять поступление. Давайте посмотрим. Поступление. А про поступление, посмотрите, так как мы продаем, реализуем через дилерскую сеть, то у нас с вами отсрочка платежа 60 календарных дней. То есть, отгрузка, выручка на сумму 2,880 у меня есть. А реальных поступлений я получу, посмотрите, если 60 дней – это 2 месяца, я разделю на 3, а оплату я получу только за 1 месяц. А вот здесь не оплата, то есть, давайте я вот здесь платежи, чтобы вы не запутались, а вот здесь поступление. То есть, реальных поступлений у нас с вами будет 960 тысяч всего. И, соответственно, дебиторская задолженность, то есть, нам должны будут покупатели 920 тысяч. Коллеги, у нас сейчас не хватит денег, но я думаю, что вы уже видите, если у нас оплатили мы 1,930,000, а поступило денег 960,000, то у нас с вами, а всегда сальдо – это сумма поступлений минус сумма платежей, у нас отрицательная сальдо, у нас минус 970 тысяч, сейчас дефицит. То есть, мы побежим за кредитом. То есть, посмотрите, что получается, что прибыль у нас 260 тысяч есть, а денег у нас нет. И в данном случае, даже с учетом остатка, который у нас был, нам денег не хватит. То есть, по условиям задачи, нам денег не хватает. Поэтому, коллеги, давайте, знаете, что сделаем, отсрочку платежа сделаем не 60 календарных дней, компания не может себе это позволить, а 30. Если я поменяю сейчас на 30, то посмотрите, тогда мы успеем получить за 2 месяца. Тогда у нас дефицит денежных средств, то есть сальдо, чистый денежный поток периода, минус 10 тысяч. И тогда, так как нам известно, что был остаток, вижу вопрос, сейчас прочитаю на начало. Он у нас 100 тысяч. И остаток на конец, на конец периода составит наш остаток на начало плюс сальдо периода 90 тысяч. Так, Барбасова Елена плюсик поставила. Да, спасибо, Елена. То есть, коллеги, посмотрите, пожалуйста, прибыль 260 тысяч, а денег у нас, это если с учетом того, что 30 календарных нет, срочка всего 90 тысяч, то есть у нас денег меньше. И очень часто вот в этой ситуации руководитель говорит, когда видит ситуацию, прибыль есть, а денег нет, он говорит, кто украл, куда делит, кто вывел, а никто никуда не вывел. Из-за того, что отсрочка платежа, у нас вот такая ситуация. А если у нас будет, посмотрите, отсрочка платежа, давайте поставим, поэкспериментируем, не 30, а 45 дней, то посмотрите, тогда у меня за период я получу, в данном случае разделить на 3, 45 дней, это полтора месяца, можно или на 2 разделить, или на полтора, вот так умножить, то опять дефицит. То есть больше 30 дней отсрочки мы себе позволить не можем, чтобы вот иметь деньги. Любая отсрочка более 30 дней, тогда давайте оставим 30 дней, чтобы у вас потом не возникали разночтения, приводит предприятию к дефициту денежных средств, придется идти с протянутой рукой. А если предоплата? А у нас сейчас будет этот вариант, Татьяна. То есть вот я как раз таки, наша задача, это тема нашего семинара, что деньги и прибыль это разные вещи. И в первую очередь, это как раз таки зависит от условий оплаты. Потому что ОФР мы будем делать, посмотрите, как бы мы тут не платили, какая бы у нас отсрочка ни была, 30, 45, 60, прибыль у нас остается всегда 260 тысяч. А денежные остатки у нас меняются. И как вы видели, вот если мы сейчас считаем 30 дней отсрочку, то у нас 90 тысяч на счету. Но это с учетом того, что на начало было 100. Результат периода сальда вот если бы действительно деньги, заработанные за месяц, были равны прибыли, то у нас сальда бы было 260, а у нас сальда 10, минус 10. Наталья пишет, обычно все гендиры говорят работать менеджером по продажам по 100% передоплате с поставщиком выжимать максимальную отсрочку платежа. Наталья, да, это идеальный вариант, но мы же понимаем, что есть отрасли, в которых это физически невозможно. Ну, например, производители продуктов, которые реализуют в торговой сети. Ни одна торговая сеть, крупная, не покупает по предоплате. Более того, учитывая вот та ситуация, которая сейчас сложилась, торговые сети имеют возможность там онлайн продажи, а сами там мясокомбинаты, представьте, которые колбаску делают, там хлебозаводы, которые хлеб пекут, и торговые сети их, если раньше стандартная, как раз таки отсрочка была 45-60 дней, то сейчас 90-180, то есть до полугода торговые сети берут товар, по факту на реализацию, более того, оставляют эти деньги себе. И да, не хочешь работать, не работай, но ты не продашь свою продукцию. Не будет, представьте, мясокомбинат царится, написать там онлайн, да, по килограмму возить. Нет, им нужны торговые сети. Или, предположим, взять сельское хозяйство. Они все сейчас в сезон начинаются, покупают сельхозтехнику, но денег ни у кого нет, они традиционно рассчитываются, когда сезон закончится, то есть они в августе, в сентябре убирают урожай, тогда рассчитываются с поставщиками сельхозтехники, удобрений, семян, ГСМ и так далее. То есть это есть отраслевые такие фишки. И наоборот, с поставщиков выжимать максимальную срочку платежа, поставщик-поставщику рост, да, у кого-то вы можете выжить, а если это эксклюзивный поставщик сырья, вы не нравитесь, не берите. У меня таких желающих, знаете, сколько. Поэтому, да, это мечта, Наталья, не всегда можно к этому приблизиться. Главное, чтобы вы понимали, что деньги и прибыль это разные вещи. Теперь, коллеги, давайте посмотрим, вот мы с вами посчитали, что у нас прибыль 260 тысяч, а сальдо периода минус 10 тысяч. Давайте посмотрим, у нас еще один вопрос. Как изменится прибыль предприятия, если в соответствии с учетной политикой себестоимость будет рассчитываться методом переменных затрат? Коллеги, еще один фактор, который влияет на результат. Давайте-ка мы с вами сейчас представим, что вот во втором варианте, помните, мы с вами рассчитали себестоимость, и вот для второго варианта у нас валовая прибыль, я сейчас для наглядности закрашу другим цветом, например, зелененьким. И давайте посчитаем, а сколько денег будет в этом случае. Так вот, посмотрите, выручка у нас останется, та же самая, себестоимость та же самая, но произвести мне надо 34 тысячи, то есть платежи у меня будут делаться за зарплату, начисляться основные материалы, исходя из 34 тысяч. Поэтому посмотрите, вот это я сейчас назову, вот это у нас вариант для первого вот желтенького, а второй вариант я сейчас сделаю для второго варианта, когда мы производим больше. И во втором варианте у нас вот 434 тысячи прибыль, давайте посмотрим, что будет с деньгами. Итак, платежи. Если мы с вами произвели 34 тысячи, то материалов нам с вами нужно заплатить, опять же, давайте я затраты, это затраты, соответственно, опять затраты. Как мы с вами сказали, никаких изменений по постоянным, а это вот заработная плата, вот, коллеги, вот этот кусочек, там где постоянный, с ними ничего не изменится, они останутся без изменений. А вот переменные, так как я закупила больше сырья, произвела больше продукции, они у нас изменятся. И давайте посмотрим, как. Итак, посмотрите, теперь я должна посчитать все наши платежи, исходя из 34 тысяч. Соответственно, затраты наши будут 34 тысячи. Я зафиксирую и умножу на наши переменные затраты на единицу. И переменные, они потому и переменные, посмотрите, каждая из наших единиц, она вырастет. Далее, посмотрите, пожалуйста, в платежах у нас будет та же самая, поэтому я вот формулы, которые у нас были, скопирую и вставлю. У нас изменилась только общая сумма. Коллеги, у кого-то из вас микрофон, но при этом я не слышу вопроса. Пожалуйста, отключите, если вы не спрашиваете. Соответственно, посмотрите, платежи у нас будут. в этом случае 2 миллиона. Коллеги, пожалуйста, отключите микрофон. Так, платежи у нас в этом случае будет 2,043. Поступление, посмотрите, пожалуйста, у нас остались те же самые, то есть сальдо периода у нас будет миллион 920 у нас поступили, минус 2,043 мы заплатили. То есть у нас дефицит. И, соответственно, с учетом остатка на начало периода нам денег не хватит на эти платежи. Смотрите, у нас будет дефицит 23 тысячи. То есть, посмотрите, мы произвели больше, чем реализовали. Это вот как раз таки, как влияет на результаты, на деньги наши запасы. Посмотрите, прибыль наша увеличилась. У нас прибыль 434 тысячи. А денег у нас стало меньше. У нас сальдо периода и остаток на конец периода, посмотрите, отрицательный. Если здесь у нас еще оставалось 60-90 тысяч, то в этом случае у нас отрицательная сальдо, то есть такого быть не может, то есть какой-то платеж мы бы сейчас просрочили, не смогли его осуществить. А можно пояснить еще выручка по поступлениям, она почему не меняется? А почему она поменяется? Отгрузка-то у нас не изменилась. Мы как продавали 30 тысяч, так и продаем. У нас изменилось производство. Все понятно, спасибо. Елена, то есть посмотрите, в первом случае мы что произвели, то и реализовали, и, соответственно, закупали сырья, но оплачивали труда для этого объема. А во втором случае мы произвели запасы на склад, и поэтому сырья я закупила больше труда, я оплатила больше транспортных расходов, ну, налогов начислено больше зарплатных. И в результате платежей я делаю больше, но выручка у меня больше не стала. Коллеги, все понимают, почему вот здесь возникает разница между прибылью и деньгами. И здесь, посмотрите, прибыль увеличилась, а денег стало еще меньше. Но при этом никто не украл. Никто не украл, денег не вывел. В данном случае это учетная политика. Да. Далее, коллеги, еще один вопрос у нас есть. Посмотрите, как изменится прибыль предприятия. Так, давайте четвертый пока пропустим, боюсь не успеем. Пятое. Как изменится остаток денежных средств, если покупатели будут рассчитываться, вот как раз таки спрашивали, по факту отгрузки. Все легло не в завершенку, пишет Татьяна. Ну, не завершенка тут готовая. Мы произвели, у нас готовая продукция на складе. Мы-то сырье оплатили, зарплату начислили, все, готовая продукция на складе у нас. А теперь посмотрите, как изменится остаток денежных средств, если покупатели будут рассчитываться по факту отгрузки. Да, запасы, слова-то абсолютно правильно. Так вот, посмотрите, коллеги, если мы с вами, я сейчас сделаю пометку, что это у нас задача 5. Да, задача 5. Наверное, вот сюда поставлю, так будет нагляднее. Не учитывая поступление от реализации в предыдущем квартале. Елена, а у нас не может этого быть, у нас написано с вами, что кредиторская, дебиторская задолженность отсутствует. У нас по условию задачи так. Коллеги, посмотрите, если покупатели будут с нами рассчитываться по факту отгрузки, то, конечно же, ситуация у нас поменяется. Тогда посмотрите, у меня выручка будет, как формальная выручка будет в обоих случаях, 2,880, что в одном случае, что в другом случае. Так и поступление, если мы отгрузили, они тут же с нами стопроцентно оплатили. То тогда наше сальдо, остаток на конец периода. Вот так давайте и сальдо рассчитаем, и остаток на конец периода. Сальдо у нас тогда будет, если нам поступило 2,880, а заплатили мы 1,930, то денег у нас будет 950,000. Коллеги, обратите внимание, прибыль 260, а денег 950,000. Это только сальдо периода. Соответственно, остаток на конец периода 100 будет плюс 950,000. Прибыль осталась без изменений. Поменялись деньги. Прибыль, что в первом случае, вот здесь у меня 90,000 на счетах, что во втором случае 1,5,000,000 на счетах, прибыль у меня 260,000. Во втором же случае наше сальдо станет минус наши платежи. Так, а я правильно вычула? Да. Минус наши платежи. Соответственно, сальдо периода и остаток у нас будет 100 плюс наше сальдо. То есть, посмотрите, коллеги, изменения условий оплаты, как только с нами стали рассчитываться, ну, не по предоплате, а хотя бы по факту, то есть мы отгрузились, с нами рассчитались, то денежные запасы, посмотрите, как выросли по сравнению с предыдущим вариантом, когда мы давали отсрочку платежа 30 дней. А прибыль остается неизменна. И вот в этом случае, когда мы получаем деньги в режиме онлайн, то есть сразу во время отгрузки, а наши поставщики дают отсрочку, плюс зарплату мы платим позднее, то тогда получается, что денег у нас больше, чем наша прибыль. Что в первом, что во втором. Простите, не расслышала. Повторите вопрос, пожалуйста. Не было вопроса, да? Значит, просто шуруп. И посмотрите, как изменится сумма денежных средств, если отдел закупок договорится с поставщиком сырья об отсрочке, коллеги, печаталось, об отсрочке в 45 календарных дней. Коллеги, о чем идет речь? Видите, сейчас мы основные материалы оплачиваем в режиме онлайн. Если у нас будет 45, то посмотрите, это вопрос 6, отсрочка платежа, то тогда у нас с вами ситуация несколько изменится. Каким образом? Тогда у нас, я сейчас специально эту строчку скопирую, основные материалы. Затраты остаются неизменны, а вот платежи, посмотрите, так как у меня 45 нет срочка платежа, то есть полтора месяца, на самом деле получается, что я плачу только половину от этой суммы, а половину суммы я буду должна. И аналогично во втором случае мы заплатим половину суммы. Половину суммы будем должны. Почему половины, коллеги, потому что у нас это квартальная сумма, а полтора месяца, то есть получается половину суммы мы еще можем... оставить. То есть у нас произойдет сейчас высвобождение денежных средств, то есть мы их не направили на платеж, а они у нас остались, денежных средств, в размере вот как раз-таки, давайте посчитаем разницу. Здесь мы платили 420, а сейчас платим 210. Это в одном случае. 238 тысяч в другом. Соответственно, сальдо и остаток у нас изменятся на эти суммы. тогда у нас раньше был сальдо. Ну давайте мы к первому. Остаток был 90, а теперь плюс 200. Подождите, сальдо. Сначала сальдо. Сальдо было минус 10, а теперь прибавили 210. Соответственно, остаток был 90, прибавили 210. И аналогично в этом случае. Сальдо было минус 123 плюс 238. Сальдо стало 114, а остаток стал положительным. Поэтому, коллеги, видите, чтобы наш остаток стал будь то положительным, будь то отрицательным, как видите, у нас влияют взаимоотношения как с поставщиком, дает ли он нам отсрочки платежа. Вот видите, как только мы договорились об отсрочке платежа, у нас произошло высвобождение денежных средств. Мы эти деньги не платили, они остались у нас на счетах. Мы можем, у нас денег больше, посмотрите, у нас прибыль 260, а денег 300 тысяч на счету. Мы фактически сравнялись. Во втором 434 здесь есть разница, поскольку у нас есть запасы на складе. Поэтому, коллеги, когда мы говорим о термине прибыль или убыток и, соответственно, деньги, пожалуйста, не забывайте, как экономисты, финансисты, что это разные понятия. И когда мы считаем деньги, это платежи, которые корректируются на условия, на договорные условия. С кем-то вы договорились об авансах, с кем-то договорились об отсрочке платежа. Это может быть как с вами поставщиками, подрядчиками, так и с вашими покупателями. Это влияет на денежный остаток. И как вы видите, даже с такой маленькой задачки, деньги, это не равно прибыль. У нас разные суммы за период, что в одном, что во втором ситуации. И также формирование политики запасов, то ли мы их накапливаем, то ли, наоборот, мы от них избавляемся, тоже влияет на денежные остатки. Коллеги, к сожалению, а может быть, к счастью для вас, да, время пролетело незаметно, время семинара уже у нас завершилось. От себя я хочу сказать, что если ваша задача научиться производить вот такие расчеты, то решенную задачку я выложу на странице группы. Посмотрите, в центре специалистов вы можете, обратите внимание, путеводитель по курсам экономика и финанса. Вот такие расчеты мы делаем на курсе основы управленческого учета и бюджетирования. Он стартует в следующее воскресенье. Так, сейчас покажу, коллеги. Так, потеряла основу управленческого учета. Ну, представляете, практику. Так, а вот это организация. Вот, основу управленческого учета бюджетирования. Я сейчас сброшу вам ссылку на этот курс. Мы производим, именно производим вот такие расчеты. Если же говорить о прочтении, а многим не надо читать, многим нужно прочитать эту отчетность, то это курс анализ финансового состояния предприятия и один, и другой стартует следующее воскресенье. Курс основы управленческого учета и бюджетирования в следующее воскресенье будет вести преподаватель нашего центра ЦИБа Елена Владимировна. Соответственно, курс анализ финансового состояния в следующее воскресенье группа начинается, очная группа веду я. Мы с вами можем прочитать активы, пассивы, запасы, посмотреть, посмотреть денежные остатки и в том числе сформируем на основе имеющейся реальной отчетности отчет о движении денежных средств косвенным методом. косвенным методом. Коллеги, и в завершении своей презентации есть как, хочу обратить внимание, что все группы как по управленческому учету, так по анализу финансового состояния есть воскресные, как мы с вами сейчас занимались, есть вечерние, есть открытое обучение, когда вы смотрите записи, ну и, конечно же, не забывайте, что по завершении каждого курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации, либо же слушатели дипломных программ, программ о переподготовке получают дипломы либо удостоверения. Ну и позволю себе напомнить, контакты нашего центра это как общий телефон, так и телефон комплекса Белорусско-Савеловска, в котором пройдет данное обучение. А теперь, коллеги, если у вас есть вопросы, благодарю за поздравление, да, самое время их задать. Возможно, у кого-то остались вопросы, что-то осталось непонятным, пожалуйста, спрашивайте. Коллеги? Есть удаленка из другого города, какая форма подходит? Татьяна, для слушателей из другого города, значит, посмотрите, что вам нужно проанализировать. Если вы готовы в режиме онлайн, то есть подключиться и сидеть возле экрана, то есть как вы делали сейчас, то вам подойдет как раз-таки вебинар. Мы сейчас, собственно говоря, занимались в условиях вебинара, то есть вы подключаетесь к курсу и таким же образом вы слышите преподавателя, решаете задачки, видите наш экран. Соответственно, вебинар можно подключиться к любому по расписанию, посмотрите, к любому нашему курсу. Можно подключиться. Ссылки отправила. Если же вы знаете, что вы будете с работы, вас могут дернуть, отвлечь, может быть, там дома детки и так далее, то лучше тогда подойдет открытое обучение. Татьяна, что такое открытое обучение? На открытом обучении вам предоставляются записи всего курса, то есть у вас есть видеозаписи, вы их смотрите, но при этом преподаватель, вот как я сейчас в сети, находится и отвечает на ваши вопросы. Что удобно? Так как вы смотрите записи, вам нужно отойти, но начальник вызвал, вы стоп нажали и пошли, поговорили, на совещании поучаствовали, вернулись, смотрите дальше, вы ничего не пропустили. Да, у вас сформировался там дефицит 20-30 минут, вы их дома пришли, вечером посмотрели, но при этом это не кино, которое вы купили, а у вас преподаватель на связи. Так, коллеги, это Татьяне я ответила, Оксана, а какая, что какая, простите? Так, Татьяна, благодарю, пожалуйста. Оксана, уточните вопрос, какая что? Ой, какую картинку Ирина прислала замечательную. Какая стоимость? Коллеги, обратите внимание, на каждом курсе, что вот основу управленческого учета, я отправила ссылку, что вот анализ финансового состояния, у нас есть базовые стоимости, вы вот можете увидеть сейчас на курсе, на вот сайте, при этом я рекомендую связаться именно с нашими специалистами, которые доступны, и если у вас, потому что у нас есть гибкая система скидок, сайт, он сейчас фиксирует цену, которая есть на данный момент, это вот у меня сейчас расписание на курс основы, вернее, анализ финансового состояния, это курс основы управленческого учета и бюджетирования, когда вы свяжетесь с нашими менеджерами, то там есть, если вы у нас уже учились, есть гибкая система скидок, которая для каждого там слушателя персонально, есть различные программы, сейчас праздничные акции, поэтому лучше связаться со слушателями. Так, Салават, именно дорожную карту, конечно, конечно, коллеги, посмотрите, вот путеводитель по финансовым курсам, конечно, давайте отправлю вам в чат ссылку, и посмотрите, все ссылки на путеводители, они абсолютно кликабельны, то есть вот основы инвестиционного анализа управления рисками, система KPI, вот анализ финансового состояния, прям нажимаете, и вы попадаете на страницу курса, практику мы, пожалуйста, любой из курсов, вы можете перейти по нему. Коллеги, есть ли еще вопросы, на которые я могу ответить вам? На экране вы видите общую почту и телефон центра специалист Примгутауми Небаумна, а справа это почта и телефон комплекса Белорусско-Савеловского, где проходят обучение по курсам финансового менеджера. Спасибо, Татьяна. Я так рада вас видеть, очень рада, когда слушатели подключаются повторно. Вот и Татьяна, и Елена видела, и вот Юля, и Ирина, то есть слушатели, которые уже были не на одном курсе. Так, Татьяна, то, что сейчас считали, это в рамках какого курса? Вот такие расчеты, расчеты в Excel мы делаем, вот если ваша задача это посчитать, это на курсе основы управленческого учета и бюджетирования. Если же ваша задача не посчитать, а выявить вот эти отклонения, то есть у вас есть отчетность бухгалтерская, вот вам дали бухгалтерскую отчетность, форму 1 баланс, форму 2 ОФР, форму 4 ОДДС, и ваша задача выяснить, а куда делись деньги, то есть адаптировать как раз таки с ОФР получить ОДДС, то это курс анализ финансового состояния предприятия. Вот такие расчеты в Excel со сходных данных, с переменных постоянных, основа управленческого учета, Татьяна. Если адаптировать отчетность, перевернуть, то анализ финансового состояния. Коллеги, в следующее воскресенье, 14 марта стартуют очные группы. У меня стартует группа анализ финансового состояния, у Елены, соответственно, стартует основа управленческого учета бюджетирования. У нас две группы сразу стартуют. Это очные, вы можете прийти как очно, так и подключиться по вебинару. То есть, ну вот, как сейчас мы с вами учимся, это вебинар. То есть в режиме реального времени мы общаемся. Открытое обучение, оно будет, вот посмотрите, специально добавила позже. Смотрите, с 14-го числа, с воскресенья, это очные группы, а с понедельника, ну, со следующего понедельника будут вечерние группы. Потом открытое обучение, опять же, вечерние, дневные тут, на любой вкус и цвет. Опять же, обращаю внимание, позвонив по данным телефонов, написав на почту, наши менеджеры посоветуют, подберут вам то расписание, которое будет удобно. Ну что ж, коллеги, со всеми прощаюсь, на все вопросы ответила девушек, прекрасную половину нашей аудитории. Поздравляю с наступающим праздником, желаю вам здоровья, творческих успехов и чтобы работодатели обязательно это оценили. Да, ура, с наступающим праздником. Оксана, у проучета бюджетирования. Оксана, на что вопрос основы управленческого учета бюджетирования. Вот он, курс. И вот, смотрите, вот он стартует 14 марта. Вот у, как раз таки, ЦИБа Елена Владимировна, очная группа. А у меня, соответственно, анализ финансового состояния, также 14 марта, тоже очная группа белорусско-савеловская. То есть все мы там будем. Коллеги, всем назначаю встречу в следующее воскресенье на белорусско-савеловском, а там уже разберемся, в какую аудиторию пойдем. Как-нибудь поделимся. Ну вот, теперь вижу, что ответил на все вопросы. Еще раз, с праздником и всем хорошего воскресного вечера. вебинар, запись я останавливаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok